всем привет мои дорогие с вами конного аня проект фаберлик онлайн и в этом видео мы с вами продолжаем знакомиться бады часть 4 также не забывайте что у нас есть вот такой вот сайт фаберлик молекулы.ру буду говорить об этом в каждом ролике там можно пройти тест и узнать какие бады вам на данный момент нужно пить с чего начать лучше всего начинать с антипаразитных средств а потом уже чтобы у вас бады лучше усваивались в пить все остальное в принципе это совет от моего доктора четвертой части мы поговорим о пищеварительной системе именно пищеварительная система их у нас 6 1 это поддержка микрофлоры кишечника артикул 156 85 зелененьким цветом так железная баночка 156 85 поддержка микрофлоры кишечника тут большой конечно состав классный все бады это молекулярные бады он восстанавливает слизистую кишечника что очень важно обладает противовоспалительным эффектом то есть лечит кишечник на всякий случай и создает благоприятную среду для нормальной микрофлоры вот такая красота состав тут тоже шикарный я вижу и инулин и смеси бурых водорослей я вижу фукус пузырчатый я вижу витамин b2 витамин d то есть все что необходимо что мне в нем понравилось он не только улучшает пищеварение способствует восстановлению здорового микрофлоры желудочно-кишечного тракта он еще и усиливает всасывание питательных веществ также он имеет высокую антибактериальную активность препарата по отношению к кишечной палочке золотистому стафилококу для нормальных функций желудочно-кишечного тракта и кишечной флоры вот это просто на и шикарнейший он снижает риск развития жкт в составе еще есть хлорофилл который уничтожает гнилостные бактерии он не только восстанавливает он лечит это шикарно просто шикарно 156 85 так следующий бат у нас с вами это поддержка печени что тоже очень очень важно с артикулом 156 686 тут конечно очень мелко поэтому я себе распечатала так что же он делает он восстанавливает синтез ферментов печени а регулирует обмен жировых клеток в печени так что туго открывается так есть обладает мощным желчегонным эффектом оказывает антиоксидантный эффект то есть такой вот у них шикарный состав это не такие светленькие все прозрачно все здорово без всяких там красителей очень-очень приятно что понравилось он поддерживает здоровье печени увеличивая выработку желчи что способствует детоксикации а также здоровому пищеварению и своению жирорастворимых питательных веществ он идет 60 капсул по 662 мг в составе есть и флавоны и цистеин и витамин е антиоксиданты опунции и так далее артишок вот я вижу в составе смесь бурых водорослей в общем тоже штука классная взрослым по 2 капсул один раз день во время еды продолжительность один месяц при необходимости прием можно повторить течение года это вот второй такой бат поддержка печени третий бат у нас идет гастро комфорт с артикулом 156 87 что он делает вообще все бады до единого они это как уникальная инновационная молекулярная формула то есть этого нигде нет это чистая разработка александр эйдигер главный патологоанатом россии участвовал в разработке этих молекулярных формул также это идет комплексный подход по системе организма их пока что на данный момент 31 еще будут детские бады еще там каких-то бадов не хватает к сожалению пока что но скоро будет все больше и больше их также что шикарно тут идет синергия ингредиентов составе каждой формулы повышает эффективность так опять закрыто ну зато вы видите как она приходит обладает восстанавливающим противовоспалительным эффектами нормализует восстановление клеток слизистой при повреждении допустим и роздии язвы и работает как мощный антиоксидант все очень приятно артикул говорила ли я артикул 156 87 и так форма выпуска 60 капсул по 778 миллиграмм применять по 2 капсул один раз день во время еды то есть 60 капсул ну вот на месяц всего хватает перед началом применения рекомендуется проконсультироваться с врачом продолжительность приема один месяц при необходимости прием можно повторить течение года такая классная штука следующий идет поддержка кишечника с артикулом 156 88 подавляет хронические воспаления в кишечнике нормализует моторику кишечника обладать спазмолитическим эффектом область применения биологическая активная добавка пищи дополнительный источник макро и микроэлементов фукоидана цитраля и антиоксидантов шикарно шикарно вот такие вот они светленькие капсулы тоже не окрашены то есть вы все содержимое можете видеть достать рассыпать если вам неудобно допустим капсулу глотать раскрыли в ложечку вылили до скушали запили водичкой или там не знаю в полстакане воды разбавили выпили да как вам хочется конечно самое классное в этом что он содержит и алоэ вера корень имбиря ну вот например алоэ вера он отвечает за бактерицидное противовоспалительное противомикробное разно заживляющие слабительные действия помогает при лечении органов желудочно-кишечного тракта для нормализации пищеварения и улучшения аппетита форма выпуска 60 капсул по 549 мг применять также по две капсулы один раз в день во время еды продолжительность приема один месяц можно повторять сколько хочется если вам понравилось значит она помогает раз вам стало легче лучше проще жить значит это что-то вам помогает как говорится так дальше последний бат из этой серии к сожалению последний это пробиотики и пребиотики да сказала что у нас это появляется мой врач сказала вау это круто это очень круто так вот они выглядят беленькие светленькие порошочек беленький светленький что он делает он помогает восстановить баланс полезных бактерий подавляет воск патогенные микрофлоры область применения это дополнительный источник пребиотиков инулин фукоидан и пробиотиков то есть и при и про форма выпуска 60 капсул по 731 мг перед началом применения рекомендуется с врачом проконсультироваться и продолжительность приема конечно ты мне тут очень нужно пришла тут красотка спать до собралась ты спать собралась так при необходимости прием можно повторить в течение года да 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 конечно только тебя тут и не хватало за весь день мамина буду пить обязательно буду пить буду спрашивать как пить моей дочке и так далее обо всем буду рассказывать stories хотя столько много информации контакте всего писать stories просто 150 ничего не понятно очень мало информации можно выгрузить поэтому таким образом мы сейчас с вами обговорили про биотики при биотике далее идет уже репродуктивная система поэтому добро пожаловать смотреть ты мне тут так нужно все бады сдвинула и улеглась ну вообще так значит еще хвостом виляет знаешь что я ее выгоню хвостом фигачить значит добро пожаловать на просмотр от александра эдигера видео главного патологоанатома россии и пройдем с вами к репродуктивной системе после александра эдигера уже уважаемые коллеги здравствуйте сегодня мы продолжим рассмотрение продуктов линейки фабрилик молекулы фос и в частности займемся пищеварительной системой трудно описать все функции и вообще значение пищеварительной системы для организма человека если быть максимально кратким то это функция питания мы получаем основные газообразные продукты с дыханием и выделяем их мы получаем основные структурные компоненты нашего тела разумеется с пищи и так для того чтобы пища нормально усваивалась чтобы она была наиболее наиболее эффективно выполняла свою роль нам необходимо выполнение ряда функций функция первая это адекватная моторика или адекватная механическая функция всех отделов желудочно-кишечного тракта функция вторая это формирование необходимого пула пищеварительных ферментов и вообще веществ которые способствуют усвоению всех продуктов которые мы получаем внутрь функция третья это эффективное выделение то есть выделение в адекватных количествах да и адекватное назовем так адекватный выбор веществ которые должны быть выделены разделы пищеварительной системы в первую очередь эта система того что называется трубчатый единый трубчатый орган который начинается с ротовой полости роту глотки продолжается в пищевод желудок тонкий кишечник состоящий из трех частей двенадцатиперстная тощие подвздошные кишки толстый кишечник слепая восходящая поперечная нисходящая сигмовидная прямая и ряд крупных желез в первую очередь это печень с желчевыводящими протоками желчным пузырем и поджелудочная железа набор веществ которые являются принципиальными в физиологии пищеварительной системы огромен в первую очередь это ферменты направленные на расщепление чужеродного назовем так биологического материала который мы получаем из пищи он весь чужеродный это ферменты расщепляющие отдельно углеводы это ферменты протеазы расщепляющие белки липаза расщепляющие жиры и ряд ферментов которые чуть более специфичные достаточно много слизистая желудочно-кишечного тракта выслана эпителем который постоянно обновляется один из самых бурно размножающихся отделов в области точки зрения размножения клеток нашего организма а вот является ли есть ряд положений которые давайте для себя постараемся максимально усвоить если у нас начинают развиваться некие проблемы некоторые нарушения некие нарушения функций желудочно-кишечного тракта которые еще достаточно далеки до реальных заболеваний но тем не менее есть то что называется состояние пред болезней давайте абсолютно точно их поймем один к сожалению достаточно грустный факт никогда не бывает некого отдельного нарушения не существует отдельно изофагита например распаление пищевода отдельно гастрита или отдельно панкреатита воспаление поджелудочной железы это всегда то что называется в грустном фольклоре врачей называется гастрологический букет всегда несколько органов задействованы одновременно что это означает в первую очередь вся симптоматика будет непростой она не будет ограничиваться каким-то одним признаком во вторую очередь это означает что для того чтобы адекватно с этим справляться необходимо будет воздействовать на значительную часть жкт на значительную часть системы как таковой вот этот момент принципиально это то ради чего мы подошли к разработке продуктов части продуктов линейки фаберлик мелоколофоз с максимальной ответственностью потому что нам на мы отдали себе отчет что мы будем постараемся эффективно воздействовать на все эти стороны на все эти проблемные зоны а теперь то что у нас может относиться к симптоматике симптоматика она значит в значительной степени нам учительна она неприятно и одна к сожалению нас почти подстерегает и может подстерегать практически каждый день у каждого из нас чем это зависит не только еще раз повторяю не только зависит от некоего начала заболевания или инфекции внушение обмена это может быть связано хотя бы с тем что мы варварски относимся к собственному здоровью у нас есть пищевые эксцессы у нас есть неправильные пищевые привычки у нас есть переедание или наоборот экстремальные диеты когда мы ограничиваем себя максимально и получаем в итоге тяжелое тяжелое состояние и печени пожелудочной и например тонкого кишечника то есть у нас желудочно-кишечный тракт это наш постоянный внутренний контролер и конечно огромная проблемная зона немного о симптомах в первую очередь это неясные блуждающие боли в животе икота урчание возникновения крайне неприятных звуковых комбинаций ниже диафрагмы чувство очень скверное отношение к пище пища что называется не пошла то есть ощущение когда есть желудок переполнен даже после небольшого количества съеденного привычные запоры или наоборот эпизоды диареи которые совершенно ни с чем могут быть не связаны изменение цвета кожи в данном случае мы говорим в первую очередь о желтухе извинения изменения цвета в том числе и кишечного отделяемого мы сказали сами сейчас о базисных симптомах к ним есть некоторые другие но они уже говорят о например в первую очередь мы говорим о проблемах с печени с печенью мы говорим о том что печень уже функция печени глубоко нарушена и тогда это уже говорит о эти симптомы могут уже проявляться далеко называется что называется далеко от области поражения от области той же самой печени и так желудочно-кишечный тракт группа продуктов линейки faberlic molecular force бад поддержка микрофлоры кишечника сам по себе концепт этого бада достаточно любопытен потому что исходим мы в его случае из следующего для того чтобы в дальнейшем попытаться заселить просвет тонкого и толстого кишечника адекватной правильной полезной микрофлорой нам необходимо создать для нее то что называется комфортные условия и комфортные условия как таковые заключаются в следующем первое обеспечить питанием второе обеспечить отсутствие отторжения со стороны слизистой и третье это разумеется убрать то что называется мощный воспалительный компонент потому что он может в данном случае свести на нет все наши усилия по дальнейшим по дальнейшему снабжению организма пробиотиками и так состав инулин смесь бурых океанических макро водорослей таких как аскофилум и ламинария в комбинации со спирулиной ундария пенотифида или ундария перистая и фокус пузырчатый данный набор водорослей заключает в себе практически назовем это так весь спектр эффектов которые нам нужны для того чтобы в кишечнике создавалась комфортная среда для последующего заселения хорошими сапрофитами хорошими бактериями что это означает слизистая кишечника при применении этого набора водорослей в комбинации обязан отметить в комбинации с пробиотиком инулином мы создаем следующую ситуацию последующие скажем так введение пробиотиков приведет к их активному размножению приведет к тому что слизистая будет находиться в состоянии назовем так хорошей устойчивой регенерации и это достаточно быстро приведет к восстановлению предварительно нарушенных функций как тонкого так и толстого кишечника какие еще моменты мы обязаны уточнить и обозначить водоросли такие в первую очередь пузырчатые водоросли такие как аскофилум и фукус пузырчатый это комбинация так называемых фукоиданов крайне интересных мукополисахаридов и полисахаридов так называемых сульфатированных сахаридов которые позволяют невероятно активно влиять на иммунную функцию в первую очередь тонкого кишечника это позволяет очень быстро восстанавливать поврежденные хроническим воспалением глистными инвазиями или нарушением обменных процессов клеток слизистой в принципе подобный бад абсолютно необходим всем нам с возраста примерно 40 плюс по той причине что у нас достаточно много накопилось вот этих невнятных функциональных проблем с перевариванием пищи мы не всегда мы не всегда хорошо реагируем на скажем так новую еду мы всегда хорошо реагируем на еду в конце концов просто вкусную вызывающую у нас активное выделение ферментов тех же тех желудочных или панкреатических поэтому вот этот набор водорослей а он в данном случае на мой взгляд это максимально широкий спектр он является принципиальным и так функции или эффекты бада поддержка микрофлора кишечника первое восстанавливает слизистую кишечника практически при всех видах предварительных повреждений обладает противовоспалительным эффектом и создает благоприятную дружественную комфортную среду для полезных микробов пробиотиков следующий продукт линейки поддержка печени соблазн создать подобный продукт совершенно очевиден но если мы обратим вновь к функциям печени то что очевидно что у нас очень непростая задача функция печени чрезвычайно разносторонний и поэтому важно было подобрать фито комбинацию которая затронет скажем так все проблемные зоны итак ключевые ингредиенты продукта экстракт расторопши стандартизованный по силимаринам это смесь бурых океанических водорослей это экстракт кактуса опунции экстракт артишока и дииндолилметан один из метаболитов находящийся в составе капусты брокколи давайте разберем по ингредиентам что на что способен каждый из этих ингредиентов расторопша или молочный чертополох это один из ключевых и я сильно подозреваю что надолго еще этот ингредиент будет ключевым в том что называется гепатопротекция восстановление состояния гепатоцитов клеток печени и их способности к синтезу ферментов смесь бурых водорослей это вновь мощный противовоспалительный агент это агент иммуномодулирующий это агент нормализующий я бы так сказал в неком хроническом эффекте прием в течение короткого курса смеси бурых водорослей на многие месяцы возможный год нормализует устойчиво нормализует обменные каскады гепатоцитов опунция одна из важнейших проблем современного времени это нарушение жирового обмена в печени так называемый жировой гепатоз опунция в этом смысле высоко эффективна артишок это эффект связаны с желчеобразованием с улучшением свойств желчи улучшением оттока желчи и дим или диндрилметан вот тут эффект имеет он имеет эпигенетический эффект что это означает он подавляет неправильную пролиферацию он очень хорошо подавляет синтез неправильных или избыточных ровоспалительных цитокинов обратите внимание затронуты практически все проблемные зоны связанные с печенью давайте подведем в итоге на что способен каковы эффекты продукта поддержка печени первое восстанавливает нарушенный синтез печеночных ферментов второй восстанавливает обмен жира в гепатоцитах клетках печени третий обладает выраженным мощным желчегонным эффектом и завершающий это генерализованный мощный антиоксидантный эффект следующий продукт который мы рассмотрим это так называемый гастро комфорт оговорюсь целью или анатомической зоной приложения данного продукта это верхний этаж жкт а именно пищевод желудок двенадцатиперстная кишка и к этому непременно будет прилегать что называется панкрас пожелудочная железа с чем это связано никакая проблема никакое функциональное нарушение не моторики не с не выделение соков не выделение ферментов например желудке не может протекать без непременного вовлечения сверху пищевода снизу генцеперстной кишки и поджелудочной железы это означает что если мы пойдем старым проверенным путем а именно будем просто снижать кислотность если мы будем просто добавлять ферменты или что-нибудь в таком духе мы пойдем путем и механическим и вряд ли эффективным продукт который я хочу сегодня вам показать содержит в себе несколько групп ингредиентов давайте с этого и начнем группа 1 это то что называется форсированное пищеварение или введенные извне фитоферменты в первую очередь это бромелайн папаин группа панкреатических энзимов и бета-иногидрохлорид обратите внимание эффект будет мягким эффект не носит характера заместительного введения заместительной терапии это принципиально важно группа 2 это фитокомпоненты которые занимаются восстановлением поврежденной слизистой любое даже поверхностное воспаление такое как гастрит или дуоденит это в любом случае масса элементов повреждения слизистой поэтому у нас есть экстракт эмблики есть экстракт солодки и есть экстракт ромашки три этих компонента достаточно выраженно и эффективно регенерируют восстанавливают поврежденную слизистую и наконец последний комплекс это не сложные антоциды не сложные снижатели в первую очередь кислотность такой агрессивной среды как желудочный сок это аквамин и органический кальций который вводится для того чтобы подавлять избыточную избыточное сокообразование в частности избыточное содержание соляной кислоты и так если подвести итоги бад гастро комфорт выполняет следующие функции первое восстанавливает недостаток пищеварительных ферментов улучшает пищеварение основных компонентов пищи в том числе белков и жиров и углеводов и наконец восстанавливает поврежденную слизистую верхних отделов желудочно-кишечного тракта следующий продукт бад поддержка кишечника несколько слов о проблематике синдром раздраженного кишечника хронические колиты это массовая проблема осторожно предположу что они будут являться одним из главных источников жалоб сомнений тревог у нашей уважаемой аудитории а второй момент заключается в том что толком заниматься этими проблемами не готовы те кому предназначено ими заниматься именно уважаемые доктора потому что поставить синдром раздраженного кишечника для того чтобы просто поставить формально нужно подвергнуть пациента полугоду примерно тяжелейших малоприятных обследований а вот клиника те самые дискомфорты в нижней части живота те самые урчание неожиданные эксцессы в области позапора то и то диарея это крайне распространено и более того наиболее успешной части населения которые много работает и которые к сожалению часто жертвуют своим режимом питания вместо того чтобы за ним правильно следить они вместо этого слишком много работают и так ингредиенты первое это экстракт бамбука это имбирь это вновь экстракт фокуса пузырчатого и алоэ вера совшую позволение о функционале этих ингредиентов бамбук при всей банальности казалось бы этого фито компонента и распространение его в том числе как пищевого компонента в странах востока бамбук обладает непередаваемым многосторонним противовоспалительным иммуномодулирующим эффектом то же самое можно сказать об имбире то же самое можно сказать о фокусе пузырчатом при очень широком спектре воздействия как на клеточный иммунитет так и на гуморальный иммунитет и наконец алоэ вера с которой комбинирует себе эффекты противовоспалительные антибактериальные и подавляющую избыточную пролиферацию клеток что означает применение или синергия данного набора компонентов для слизистой толстого кишечника это приведение ее из состояния такого вялотекущего хронического воспаления с нарушениями моторики с частыми спастическими состояниями состояние функционального покоя комбинируется ли данный бад с многими другими в том числе внутри нашей группы безусловно да и для этого этот бад является на мой взгляд одним из продуктов первого ряда и одним из наиболее массово потенциально наиболее массово потребляемых продуктов линейки итак данный бад обладает следующим набором эффектов первое это активное подавление хронического воспаления толстого кишечника второе это нормализация моторики толстого кишечника и наконец это выраженный спазмолитический эффект потому что спазм является одним из главных компонентов всех хронических неудобств связанных с толстой кишкой и завершает группу продуктов связанных с пищеварительной системой бад который называется пре и пробиотический комплекс два базисных компонента в составе первое это инулин пробиотик интереснейший полисахарид который является великолепной питательной средой для наиболее полезных бактерий которые у нас есть сапрофитов и второй это очень сложный и очень назовем это так массивно представленный набор живых пробиотиков в том числе бифидобактерий лактобактерии и многие многие другие что для нас означает вернее для нашего организма означает корректное введение данного комплекса первое уже внутри него содержится ну скажем так тот самый назовем это так портье который впускает в просвет кишечника и в слизистую нужные нам бактерии это инулин безусловно но его одного очевидно будет недостаточно когда мы с вами обозначали весь набор продуктов связанных с живущим кишечным трактом мы сказали что мы должны решать достаточно комплексную проблему мы должны для того чтобы венцом творения для нас явился пробиотический комплекс или вернее назовем это так весь наш праве весь тонкий и толстый кишечник чтобы находился состояние того самого экологического комфорта со своей внутренней экологией и чтобы его микробный ландшафт был для нас максимально полезен и минимально вреден чтобы он содержал в себе условия для того чтобы активно противостоять скажем случайным попаданием болезнетворных бактерий для того чтобы он работал для нас как великолепный источник ферментов чтобы он был нам полезен в иммунном смысле и так далее мы должны приготовить его мы должны приготовить для наших друзей в первую очередь бифида и лактобактерий мы должны создать для них благоприятную среду и так на что способен комплекс про и пробиотиков эффект первый восстанавливает баланс полезной микрофлоры кишечника второй подавляет рост патогенной микрофлоры третий усиливает увеличивает всасывание полезных веществ четвертое оказывает активное воздействие положительное на иммунную систему в сегодняшнем обсуждении мы с вами рассмотрели очень сложный набор продуктов связанных с пищеварительной системой в последующих видео мы продолжим рассмотрение бад линейки faberlic молекулы фос ну что ж мы с вами продолжаем по репродуктивную систему что-то нас как-то девочек обделили в этот раз поддержка репродуктивной системы для женщин одна на всех а для мужчин есть до 40 и после 40 ну что ж поехали биологически активная добавка к пище поддержка репродуктивной системы для женщин артикул 156 94 что же она делает она нормализует баланс эстрогенов это менструальный цикл это пмс также она подавляет избыточное размножение клеток розовенькие такие приятные и подавляет хроническое воспаление что тоже здорово чем понравилось чем зацепила меня эта вещь вот мне как раз да мне как раз вот 40 39 хвостиком практически 40 лет 2 октября 2023 года не исполняется 40 лет ровно и что мне тут вот прям зацепила это то что продукт оказывает влияние на женский гормональный дисбаланс нормализую его за счет комбинации мощного источника фитогормонов и эпигенетических модуляторов эстрогена я еще слушала эдигера про это про все мне очень понравилось обучение есть доступом по ссылке на шикарное просто обучение и там уже прям все четко по терминам по понятиям сейчас вы про это про все послушайте моем ролике далее биологически активная добавка к пище поддержка репродуктивной системы для мужчин 40 плюс это идет биологически активная именно добавка артикул 156 95 он что делает он у нас с вами способствует нормальному кровообращению например он идет как восстанавливает синтез тестостерона он нормализует мужскую сексуальность обеспечивает мощную стимуляцию обменных процессов вот это очень важно мне кажется вообще для всех мужчин хотя это до 40 же идет да да это идет до 40 и уже вот восстанавливает мужчин наверное после 40 борт сильнее восстанавливать ну там посмотрим вообще эдигер рассказывал что очень много мужчин насиживают себе проблемы с простатам и от нее от этой проблемы когда уже мы начинаем отталкиваться идут все последующие проблемы то есть допустим в проблемы с простатой оказывается могут быть и у детей там 16 лет у мужчин там 25 лет только потому что они много сидят за этими же компьютерами за машинами в офисе на работе много сидят оказывается сидеть мужчине очень вредно много именно этот бат он способствует оздоровлению мужской репродуктивной системы что основано на оптимальной секреции и метаболизме тестостерона очень понравилось описание очень понравилось как рассказывал эдигер и конечно я буду счастлива предложить это своему мужу но муж опять скажу не буду это пить у нее все в порядке но раз уж я купила надеюсь он меня поддержит он как раз ближе к 40 мне кажется ему и те и эти подходят как применять по 2 капсулы один раз в день во время еды надо применять продолжительность приема один месяц и можно повторять а в течение года до месяца пьете месяц не пьете шикарно и так 40 плюс 40 плюс поддержка репродуктивной системы для мужчин 40 плюс значит что он делает он нормализует нервную регуляцию обмена тестостерона это идет профилактика преждевременной андропаузы улучшать состояние сердечно-сосудистой системы ну вот в принципе все и различие 156 96 форма выпуска 60 капсул по 473 миллиграмма взрослым по 2 капсул один раз день во время еды нужно применять нравится состав и витамин е есть и зеленый чай есть и биологически активные вещества есть различные самое интересное что тут еще и в составе помимо ко всему есть антиоксидант который снижает артериальное давление уровень холестерина в крови и улучшат метаболизм нейронов то есть опять-таки это молодость это подвижность это сообразительность ну шикарно шикарно пусть наши мужчины будут всегда активны так я чего еще даже забыла открыть вот такой вот он вот такой вот бат тоже все хорошо все капсулы все прозрачные ну что ж смотрим ролик продолжаем рассмотрение бадов линейки faberlic molecular force сегодня мы рассматриваем группу продуктов которые связаны с репродуктивной системой человека репродуктивная система одна из наиболее тесно встроенных в систему нейроэндокринной регуляции направлена на получение потомства но кроме функции деторождения как таковой она невероятно сильно влияет на обмен веществ на течение жизни на поведение человека из данном случае это не просто созревание сперматозоидов и циклеток с правильным транспортом с правильным фактом зачатия и многое другое это связано еще с тем что в сущности репродуктивная система человека ее состояние во многом во многом обуславливает его и поведение и нейропсихический комфорт и работоспособность и активную дальнейшую более менее успешную жизнь поэтому когда мы займемся сегодня с вами продуктами связанность с репродуктивной системой мы в первую очередь будем иметь в виду состояние которое можно было бы обозначить так неуверенность опасения тревоги то есть данном случае в первую очередь это проблемы связанные с нейропсихическим дискомфортом как мужчин так и женщин очень коротко об анатомии женская половая система яичники которые тесно связаны через гипоталамогипофизарные связи с общим эндокринным назовем это так с общим эндокринным континуумом платформой системы регуляции флопиевые трубы матка и все это предназначено для одной для нескольких вариантов назовем это так несколько несколько целей в первую очередь от транспорт спермы активная к полноценное правильное зачатие с последующим последующей имплантации циклетки в полости матки они где-нибудь еще все мы знаем о так называемых внематочных проблемах связанных с беременностью и дальнейшем гормональный каскад долговременный под названием беременность вынашивание роды и в дальнейшем это конечно организм ребенка находится уже вне организма матери но есть такая функция как лактация и питание ребенка молоком то есть у нас есть еще и органы которые называются молочные железы у желез которые напрямую не связаны анатомически не связаны с гениталиями мужчина семенники проводящие протоки семенной бугорок парастата и в то что мы видим в случае с мужчиной это ровно та же это практически зеркало того что происходит организме женщины с точки зрения связи с гипоталамогипофизарным управляющим центром симптоматика невероятно пестра вначале о женщинах в первую очередь это легендарный пмс это очень неприятные состояния связанные с пмс связанные с изменениями психики это нарушение трудоспособности работоспособности это головные боли ощущения вы значительное ощущение недомоганий это разумеется проблемы связанные с не просто с так изменимого менструального цикла при нормальной его частоте и ритмичности это так называемый дисменерея когда менструальный цикл становится неритмичным когда есть огромные паузы в месячных или они слишком часто это состояние которое уже на периферии которые очень трудно иногда скажем так самой женщине заметить но это изменение кожи это нарушение массы тела причем как обычно это в сторону все таки в сторону увеличения при дальнейшем это проблемы с зачатием это проблемы с вынашиванием беременности это очень мощный пласт проблем с невероятно недооцененный например в нашей среде в нашей аудитории который называется мастопатия это но практически у 95 97 процентов женщин те или иные дистрофические или хронические воспалительные состояния связаны с молочной железой и наконец это переход в преминопаузу и менопаузу когда в этой ситуации происходит постепенное угасание функции яичников у мужчин спектр проблем я бы так сказал еще более скажем так широкий и пестрый не менее мучительный в первую очередь это нарушение синтеза тестостерона или нарушение назовем так восприятия тестостерона периферическими рецепторами нарушение синтеза тестостерона крайне редко это гипер то есть с повышением синтеза значительной в значительной большинстве случаев это снижение концентрации тестостерона в крови это заболевание предстательной железы когда предстательная железа становится не функционально неполноценно и устраивает в лучшем случае просто болевые синдромы, а в худшем случае может стать источником избыточной преферации клеток. Это состояние, когда у мужчины в той или иной мере есть проблемы с особенностями спермы. Сперма должна выполнять свою главную функцию, она должна быть, сперматозоиды, вышедшие, называется уже на периферию, эти сперматозоиды должны быть всегда готовы к тому, чтобы быть полноценными факторами зачатия. Это происходит далеко не всегда, и тоже является отражением проблем мужской половой сферы. Психологическая сторона и у мужчин, и у женщин еще более, назовем так, она и более уязвима, и она достаточно массовая. У женщин это холодность, это, давайте так, неправильная самооценка, это масса ощущения неудовлетворенности своим женским здоровьем. У мужчин это снижение либидо, это нарушение эректильной функции, это то, что называется, психическая пассивность, такое тоже случается, это обусловлено в том числе изменениями обмена тестостерона. То есть, обратите внимание, спектр проблем невероятно широк, и базируется он, как это уже достаточно давно ясно, на нарушениях. Нарушение очень просто описывается в следующей ситуации. Либо это нарушение синтеза гормонов у женщин, это эстрогены и гистогены, нарушение ритмичности синтеза, у мужчин это тестостерон из андрогенов, либо это нарушение восприятия гормонов на периферии, рецепторные проблемы. Я сейчас достаточно коротко обозначил, ну, практически, что называется, если выйти на охоту, то в данном случае я вам обозначил мишени, на которые должна быть направлена не только лекарственная терапия, но и в том числе применение биологически активных добавок. Рассмотрим БАД, поддержка репродуктивной системы женщин. БАД содержит три ингредиента. Первый – это экстракт растения пуэрария мирифика. Второй – это экстракт зеленого чая, точнее, катехина зеленого чая. И третий – это дииндаленметан или ДИМ, продукт, который содержится в том числе, в первую очередь, в крестоцветных, в частности, в капусте брокколи. Сразу оговорюсь, внешняя простота этого БАДа не должна никого вводить в заблуждение, потому что он, на наш взгляд, представляет собой реализацию, ну, во-первых, новейшей информации научной, а во-вторых, то, что называется, так и должна быть выстроена система балансиров или почти противоречащих друг другу компонентов. Экстракт пуэрария мирифики – это невероятный активатор эстрогеновых рецепторов у женщин. Это означает, что даже если, скажем так, синтез собственных гормонов женщин, собственных эстрогенов женщин находится на минимальном уровне, рецепторы будут максимально готовы к их восприятию. Этот эффект невероятно интересен. Вот почему. Вместо того, чтобы вводить внешние эстрогены в организм женщины, мы используем активацию рецепторов. А вот два остальных компонента – это эпигалокатахинтрегалат или экстракт зеленого чая и дииндалилметан или ДИМ. Вот они совместно занимаются тем, что они не дают, назовем это так, активированным эстрогенным рецептором. Ничего плохого или, скажем так, неудачных никаких эффектов они не создадут. В первую очередь, оба этих компонента подавляют синтез так называемых воспалительных цитокинов. Что это означает? Это означает, что даже хорошо активированные эстрогенные рецепторы, которые находятся во всем организме женщины, начиная от головного мозга и заканчивая телом матки, теми же яичниками и так далее, в этой связи эти рецепторы будут работать адекватно. Мы устроили внутри себя две системы безопасности дополнительно к лаврарии и мерифике. Сразу оговорюсь, этот БАД я рассматриваю в качестве одного из наиболее привлекательных и БАД с более ожидаемой, наиболее высокой активностью из БАДов, направленных на коррекцию гормональных проблем. Итак, эффекты, которые реализует БАД поддержки репродуктивной системы женщин. Первое. Нормализует баланс эстрогенов. Это означает воздействие на ПМС, на переменно-паузальные проблемы. Второе. Подавляет избыточное размножение клеток, в первую очередь, гормонально активных и гормонально реагирующих клеток гениталий. И, наконец, подавляет хронические воспалительные процессы, в первую очередь, в органах репродуктивной системы. БАД – поддержка репродуктивной системы мужчин возраста до 40 лет. Сразу уточню, с чем было связано с чем был связан выбор возраста или возрастного порога 40 лет. Есть понятие кризиса середины жизни. У мужчин это короткий период 38-42 года. Среди на 40 лет – это середина, наиболее опасная середина этого периода. И можно очень долго распространяться, почему это является критическим возрастом для мужчины, наиболее опасным. И мы, когда попытались этот возраст формулировать, мы просто поняли, что 40 лет – это является пиком либо получившихся проблем, которые наросли к этому моменту, либо благополучия, когда мужчина легко через него переступает. Итак, главные две группы компонентов. Первый – это экстракт маки перуанской и эпимедиума. И второй – это дигидрокверцетин и ацетил-Л-карнитин. Первая группа ингредиентов – это активные стимуляторы синтеза тестостерона, которые содержат и флавоноиды, и антоцианы, и ряд прекурсоров, которые проставляются кирпичиками для последующего синтеза, в первую очередь печени. А вторая группа компонентов – это отличные метаболические нормализаторы, которые нужны в первую очередь для всей периферии, за пределами органов репродуктивной системы мужчины. Чего мы добиваемся в этой ситуации? Если у мужчины наступило в результате неправильного образа жизни, курение алкоголь, психотропы, хронические стрессы, нарушение питания, избыточная, скажем так, нейропсихические нагрузки или рабочие нагрузки, если наступил набор, назовем это так, набор патогенных факторов, который привел в итоге к тем или иным сбоям в синтезе тестостерона, мы обязаны этот синтез попытаться нормализовать и привести его в состояние цифрнормальной концентрации. Второе, если эти нарушения уже наступили, то на периферии, в всех периферических органах мы получим массу проблем, мы получим те или иные нарушения обмена. Для этого нам понадобятся ацетил-Л-карнитин и дегидрокарцетин, в первую очередь, как высокоэффективные антиоксиданты, и нормализаторы обмена как белка, так и клеточных жиров. То есть в этой связи нам, мужчина в возрасте до 40 лет, должен получить эффективную, активную поддержку его тех или иных наступивших проблем, связанных с репродуктивной системой. Итог. Эффекты БАДа поддержки репродуктивной системы у мужчин. Первое. Нормализация синтеза тестостерона. Второе. Восстановление мужской сексуальности во всех ее проявлениях. И третье. Это регуляция и нормализация нарушенных обменных процессов. БАД. Репродуктивная система для мужчин возраста 40+. Непременно сейчас же обозначим. Организм мужчины возраста 40+, в том случае, если наступили проблемы не просто со снижением, возрастным снижением синтеза тестостерона, но еще и с присоединением массы сопутствующих состояний, в первую очередь, с точки зрения нервной системы и сиречно-сосудистой системы, а это зачастую происходит примерно в 70% случаев, означает, что мы должны не просто активно повлиять на восприятие тестостерона периферическими органами, но еще и скоррегировать вот этот набор нарушений. Когда, если взять, назовем так, весь спектр проблем за 100%, то примерно половина из них связана с центральной нервной системой. Это те или иные дисрегуляции. То есть в данном случае большая часть мужчин, проблемных с точки зрения нарушения синтеза тестостерона, они сильно проблемны с точки зрения обмена веществ. Мы подходим к этому следующим образом. Фитокомпоненты. Экстракт шифрана, экстракт зеленого чая, те самые катехины, в первую очередь, эпигалат, катехин-теригалат, витамин Е и витамин В6 или биридоксин. Обратите внимание на замысел. В первом случае первая группа компонентов является мощнейшими нормализаторами или регуляторами состояния центральной нервной системы, в том числе регуляции нервной системы, синтеза собственными железами данного мужчины, синтеза тестостерона. Вторая группа – это витамины, из которых витамин В6 в первую очередь направлен в том числе на центральную периферическую нервную систему. И витамин Е или витамин плодовитости, который является нормализатором, нормализатором деликатным, очень точным, синтеза андрогенов мужчины. Давайте подведем итоги эффектов БАДа, репродуктивная система для мужчин в возрасте 40+. Первое – нормализация синтеза тестостерона в соответствии с его возрастными пределами. Второе – это профилактика преждевременной андропаузы, то есть угасания функций семенников мужчины. И, наконец, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы мужчины. Уважаемые коллеги, в следующих видео мы продолжим рассмотрение продуктов линейки Фаберлик молекулы ФОС.